Все чаще, когда я еду на работу и с нее, мне приходится ждать свой автобус по 30, а то и по 40 минут. В основном мне нужны маршруты 1 и 25. Интервал между этими рейсами беспокоит меня все больше, и не только меня одну. Ну, они, во-первых, редко ходят, а во-вторых, вот на речном вокзале у них как бы стоит остановка, но они частенько туда не заворачиваются. Сколько вы можете стоять? Ну, по 20, по 10, по 15, всегда по-разному. А раньше как бы? Ну, раньше каждые 5 минут ходил. А еще первые десятые теперь маршрутки, а раньше были автобусы большой вместимости. На информационных сайтах появились данные, что это как раз произошло из-за процедуры банкротства предприятия «Барнаул Пассажир Транс». Генеральный директор компании поделиться с нами подробностями отказался. Нет у меня желания. Я не знаю, о чем говорить, и поэтому все согласно российского законодательства делается. Этот пассажироперевозчик обслуживает 90% социальных маршрутов, 16 городских направлений, 10 садоводческих. По нашим данным, автопарк не обновлялся с 2015 года. Предприятие работало в убыток уже тогда. Параллельно у компаний начались разногласия с городскими властями. В Ассоциации пассажироперевозчиков считают, что поддержки от администрации было крайне мало, что и привело предприятие к большим убыткам. Если федеральные льготники и краевые, если не 100%, то хотя бы там близко к себестоимости оплачивались, то пенсионеры не оплачивались вообще. То есть это было постепенно подвели к такой ситуации. В подчинении перевозчика 360 сотрудников. Еще неизвестно точно, останутся ли они без работы и как долго компания «Банкрот» будет ждать нового учредителя. А барнаульцев, между тем, беспокоит другой вопрос. Продолжат ли маршруты возить горожан и не придется ли ждать свой автобус еще дольше? К сожалению, на наш запрос в администрации города оперативно ответить не смогли. Первую попытку обанкротиться руководство Барнау «Пассажир Транса» сделало еще в прошлом году. Суд ее отклонил. Компания подала второй иск. На данный момент они проходят процедуру наблюдения перед полным банкротством. Будем надеяться, что компанию не ликвидируют полностью и нам не придется ходить на работу, а кому-то еще и на дачу, пешком. Полина Жданова, Николай Шелько. День с толком.